Привет, мир! Доброе утро, Париж! Мы приехали на станцию метро Опера к дворцу Горнье, где находится парижская опера. Именно это первая точка нашего второго дня в Париже. Сегодня гидом выступаю я. Предлагаю вам насладиться известными, красивыми, надеюсь, интересными и, может быть, даже немножко вкусными точками в столице Франции. Ну что, идём? Пожалуйста, идём. Мы не заходим внутрь. В принципе, этим редко мы где балуемся. Если бы я хотела попасть туда, то уже наверняка, наверное, на оперу или балет, а просто в качестве музейного посещения. Ну, разве что, если бы у меня было много-много-много времени в Париже, тогда бы я себе это, может быть, позволила. Много людей, красиво, но, пожалуй, мы пойдём дальше. Ты бы пошёл на оперу, в Парижскую оперу? Ну, да, конечно, сходил бы. А представь, если наш ребёнок когда-нибудь будет играть в Парижской опере. Будет замечательно, прекрасно. Задолбаемся ходить. Задолбаемся ходить, ездить, летать, да. Ай, Вера, не сегодня. Ай, ну, слушай, мы с папой... Всё, давай, не садимся. Да. У нас сегодня ресторан, ну хватит уже. Ну, мы слышали же уже эту всю твою волшебную флейту. Ну, честно, Вер. Красиво, красиво, красиво. Я не понимаю, люди, как вам может не нравиться Париж? Вот уж где красота в глазах смотрящего. И тут особо усилий даже прилагать не надо. Вокруг столько объективно прекрасного, что и рассматривать, и выискивать особо не приходится. Всё остальное — это просто мелочи абсолютные. Единственное, что немножко периодически наше впечатление уменьшает, грубо говоря, — это стройка. Их довольно много, да, есть где-то строительные леса, какая-то строительная техника, но, опять же, это не критично. Очень красиво в Париже. Здесь нельзя снимать, сказали. Кто сказал? Он тот, что стоил. Да. Ну что? Убери эту с камерой, это не по рукам сказал. Идёмте к Пьеру Эрме. Посмотрим, чем он балует парижан. Это мороженое дешевле, чем он туда покупает. Ну вот видишь? Что ты можешь рекомендовать для нас? Мы прошли по кварталу, где продают карти, Тиффани и роликс. И что я вам могу сказать? Абсолютно чистосердечно. Часы роликс, которые стоят по 40-50 тысяч евро, ну, могут их 12 тысяч, допустим, стоить. Никакого вообще впечатления на меня не оказали. Просто визуально абсолютно не моё. Ничего привлекательного не вижу. А сейчас мы пришли на Бандомскую площадь. Я так смотрю, тут всё вокруг прекрасные бутики. Луи Виттон, Диох, Гуччи, Канель. И всё в таком духе. В Волгаре мы видели. То есть я так понимаю, что обитают здесь люди довольные своей жизнью. Хотя вопрос, конечно, что они думают о своей жизни. Сейчас покажу вам Бандомскую колонку. Алексей, что вам известно об Бандомской колонне? Я себя ловлю на мысль, что мне-то людям и рассказать нечего. Да мне тоже. Что и почему? Вы же у нас читали. Не всё дочитал. Я так по жизни. А знаете, в чём прикол? 10 лет назад на Новый год, 2009-2010, я подарила Лёше путеводителя в Париж. И вот только спустя 9 лет, ну 10 уже даже получается практически, 9 с половиной, мы сюда прилетели. Прикол в том, что иногда стоит ждать 10 лет, чтобы что-то в твоей жизни свершилось. И хочется верить, что это ожидание оправдано. Посмотри. Смотри. Скажу я вам, зашли мы на нешуточный кровотальчик. Всё очень и очень престижно, деловито. Куда ни глянь, сплошное золото, бриллианты. Смотрите, как это хорошо выглядит. Просто замечательно. Будем честны. Смотрите, какой пол. Шли-шли и пришли. К вашему вниманию. Пале Рояль. Ра-ра. Солнце свете. Сегодня потеплее у нас, чем вчера. Муж уже куда-то успел сбежать от меня. Что ты ходишь? Хочешь потеряться? Ты хочешь упасть? Где я потом тебя буду искать? Скажи, пожалуйста. Когда сердце позовет, туда и плотно. Замечательно. Вот тебе это не знакомо. Ну что, фонтан. Ещё один фонтан. Класс. Пять фото. Что такое? Что-то я не понимаю, Алексей. Смотрите. Фонтан. Ох, вот это Франция, да. Мне кажется, когда я читала книжки Дюма, в определённых моментах именно так я и представляла себе вот эти вот парижские сады. Булонский лес почему-то мне приходит на память. Честно, Франция совершенно не разочарована. Это «Висячие сады Семирамиды» называется. А, «Висячие сады Семирамиды». Ну понятно. Отлично. Отлично. Как бы мы без ваших комментариев-то? Ничего бы ты и не поняли, куда пришли. Вообще, конечно. Лёша, почему мы не купили кофе? Ты идёшь фотографировать молодого человека. Что тебя в нём привлекло? Я ждал птицы и дождался. А, я тоже так люблю фоткать. Идём дальше. Вот он релакс и кайф. И у меня, кстати, возникло желание снять свою рубашечку. Потому что действительно на солнышке наконец-таки привлекает. Значит, даже хорошо. Вчера под ветер на башне мы так подмёрзли основательно. К нам пришло осознание, что сегодня мы уже находились немало. И решили мы в саду Пале Рояль организовать себе небольшой привал. И заодно мини-лайт обед. У нас тут подают сегодня гаспачо. Что ещё показывает смесье? Какие-то испанские сосиски. Нас не отпускает в Испанию. Потом кранчи из кокоса. Это я выбрала. Кафе латте. Потому что у нас есть ещё несъеденные макароны. Всё для хорошего стула. Полный комплект. И фрукты. Вот такая история. Будем обедать. Лёша, давай нормально, пожалуйста. Возьми макаробочку. Возьми макаробочку. Макаробочку. Возьми макарончик. Откуси. Скажи, вкусно или нет. Отдыхать с пьяной женщиной. Я абсолютно не пьяная. Сейчас соберёт наши фрукты. А что с моим ртом? Стащил что-то, да? Стащил что-то. Абрикосы. Как у Кудова. Гаспачо твоя. Сегодня в нашей дегустационной серии макароны. Именно так правильно говорить. Вот. Кто не видел, посмотрите. От Пьера Эрме. Чё, всё? Всё не всё. Нашёл новую мишень. Давайте. У меня новое колечко, может быть, проще. Ну, типа, да, это ерунда. Нормальный кофе, но я спросил лучше. Так. Берём абрикос. Да? Берём абрикос. Выглядит изначально, кстати, лучше, чем ладури. Там, я думаю, меня вообще не видно. Ну, видно, видно. Слушай, ну это уже посерьёзнее. Слушай, ну слушаю, да. Хорошо, вкусно. Слушай, ну это камерное лицо. Это любимый мой изыск. Да. Классно. Вот это да. Пьер молодец. Пьер, ну, сам каждый приготовил, молодец. Пьеру можно ставить 5 из 5. В принципе. Не знаю, как объяснить, но во вкусе чувствуется определённая изысканность. Очень деликатный, очень хорошо сбалансированный по вкусу, количеству начинки. Ладури, знаете, какой-то как конвейерный было ощущение. А вот этот очень даже окей. Это я уже взяла следующий вкус. шоколад какой-то должен быть, да. Ну, тут очень первым, я внимание обратил. я тоже обратила внимание на них сразу. Я не помню, как он назывался. У них такие все странные названия, не просто типа там шоколад, лимон, а какие-то гурурды. у нас есть один розовенький, вообще их фирменный, я так понимаю. Теперь будь осторожным. Да. Это марагуя внутри. Марагуя, марагуя, марагуя. Марагуя. Больная. Больная. Пошёл я куда-нибудь. Вот это да. Вот это вот. Глаз-алмаз. Я тоже на первую, этот макарон на первую обратила внимание. Прекрасно. Великолепно. Всё. Маша, ты пьяная, успокойся. Я не пьяная абсолютно. Лёша купил себе баночку пива, я выпила буквально там, ну, треть. Это максимум. В общем, Пьеру ставим зачёт. Будете в Париже, идите за макаронами Пьеру Эрме. У него вкусно. Цена 2.20 за пироженку. Евро, конечно. Итак, дамы и господа, мы приблизились к Лувру. Йопи. Да, идём. Я уже вижу пирамидку, которую все так любят держать в руках. Может быть, вас немножко расстроят, может быть, обрадуя в Лувр, мы не пойдём, лишь походим вокруг. Если бы у вас была возможность бывать в Лувре, что бы вы хотели там увидеть? Ух ты, класс. Какая красота. Ух, прям даже немножко дыхания захватило. Да. Всё Лувр, да? Да, это всё Лувр. 294. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Довольно расслабляющая здесь атмосфера. Конечно, все гоняются за кадрами. Сейчас пойдем в сторону Елисейских полей. Вот впереди у нас триумфальная арка. Но эта триумфальная арка, видимо, очень старая. В ней, в принципе, это видно. Видите, кто там плавает? Рыбки. Они самые. Их тут очень-очень-очень много. И уточка. Париж расслабляется. К вечеру солнце припекло очень знатно. Величественной красоты вокруг столько, что, честно говоря, уже немножко замыливается глаз. И не понимаешь, насколько это впечатлительно. То есть, нет, однозначно понимаешь, что это великолепно. Это очень монументально. Ой, посмотрите, честно, вот от просторов, от зелени, от архитектуры просто захватывает дух. Я нигде не видела еще такой красоты. Я понимаю, что, допустим, Флоренция в Италии, Вена. Наверняка там тоже очень красиво. Но, наверное, Париж это первый город, в котором я настолько впечатлилась исторической монументальной архитектурой. Просто замечательно. Посмотрите только. Хотелось бы верить, что хотя бы доля всего этого великолепия передается вам через кадр. Мы пришли на мост Александра Третьего, и вот усиливается это чувство, когда просто перехватывает дух очень невероятно красиво. Я не знаю, это, наверное, уже тупо и странно повторять трехсотый раз за видео, но я никогда еще не видела такого могущественного величия истории в архитектуре, искусство. Вот оно, сила. Я не знаю, это надо видеть, это надо ощущать. Это действительно жемчужина Европы. Ничего не стало с Парижем, и все с ним замечательно. Очень я не понимаю людей, которые сокрушаются, якобы. Париж не тот. Да вот же он, тот он.